народ всем привет у нас очередной апгрейд iMac 27 2017 года модель a1419 ну то есть я снимаю видео потому что ssd у нас другой на этот раз у нас предыдущая модель samsung 860 pro то есть на млс памяти на 1 терабайт то есть человек будет работать с видеомонтажом то есть идеальный диск чтобы не потерять исходники и файлы можно будет работать достаточно живучий ssd с них но в любом случае всегда храните за важные файлы на внешнем диске и так сейчас мы потопаем мастерскую начнем нашу работу птица все еще не ушла ладно пора идти работать птица а птица привет передай подписчикам и зрителям канала приступаем к работе подключаем внешние ssd с развернутой в моем случае это хайсера пока что на ней с кому интересно как создать такой диск то пишите в комментариях пришли ссылку все загружаемся проверяем носители смотрим жесткий диск родной smart у него хороший не так много по часам он отработал но в любом случае владельцы это не устраивает smart и зеленого обоих накопителей ну ладно выключаем приступаем к разбору пыли наверно не так много будет потому что малые часы наработки так вот он специальный инструмент для снятия дисплея подлазим в области веб-камеры и срезаем двухсторонний скотч между корпусом и mac и дисплей очень аккуратно не повредите матрица матрица здесь 5k стоит достаточно дорого все наклоняем отстегиваем шлейф дисплея шлейф подсветки дисплея в нижней части шлейф с двух концов поделен на три части а здесь подробно вот показываю перед снятием когда вы достаете есть вот такой замок то есть поднимаем замок извлекаем шлейф здесь у шлейфа подсветки замка нет но справа и с левой стороны нужно поджать на фиксаторы и тогда извлечь и мы продолжаем вот видите эти три части то есть слева и с правой стороны центральная конечно остается на корпусе потом ее извлекаем и сразу же берем фигурную отвертку 0 2 миллиметра крестик и выкручиваем все винты чтобы достать нижнюю по железную подложку перегородку будьте аккуратны 8 начиная семнадцатого года там у нас правой стороны материнской плате находится микрофон не оборвите его шлейф все далее работаем отвертками т10 выкручиваем кулер охлаждения также той же отверткой выкручиваем с правой и с левой стороны динамик и сдвигаем право и слева так сказать раздвигаем все подлазим выкручиваем из салазок извлекаем жесткий диск жесткий диск мы будем менять для того чтобы извлечь антенны кабели вай фай нужно будет выкрутить отверткой т5 винты за которая не крепится всего далее уже работаем отверткой т8 т8 по материнской плате все отстегиваем все шлифами тяду все на фиксаторов сильно не дергайте при разборе если кому нужно подробно есть даже прямые трансляции где там полный разбор данного аймака есть если кому-то нужно полный детальный разбор как это все на что здесь я некоторые моменты ускоряю видео то тоже пишите в комментариях я пришлю записи трансляции вот выкручиваем переходной винт радиатор охлаждения если нет нужной насадки можно будет просто пассатижами него зацепить провернуть и руками выкрутить все шлейф микрофона на корпус приклеиваем синей изолентой аккуратно достаю материнскую плату и отсоединяем шлейф от фиксатора но так вся пыль у нас как в основном оказалось в кулере охлаждения здесь видите по корпусу пыли практически нет и внизу воздуховоды не забиты но мы в любом случае все равно будем прочищать продувать это все воздухом с пушки это насос от моторной лодки наверное все все продули нижней части воздуховода готова приступаем к нашей материнской платье снимаем пломбы берем отвертку т10 и по диагонали выкручиваем винты нижней подложки процессора ну не подложки как назвать сокета процессором потом отверткой т8 выкручиваем 4 винта убираем перегородку убираем нижнюю часть под процессора переворачиваем снимаем радиатор процессор у нас как обычно окажется на радиаторе охлаждения все фьюжн драйв мы снимаем кстати по фьюжн драйву это 32 гигабайта сюда можно супер-пупер диск поставить на 1 терабайт ну так как он стоит космических денег естественно клиент отказался но я вам его покажу потому что есть другой клиент и мы будем его ставить mac pro так как он также был снятый из мог про мак про имею ввиду ведро 1019 году то есть модели 17 2019 стал это у нас оригинальный пол ssd уже идет кпв серия ну то есть самый лучший самый быстрый диск так ну давайте продолжаем зачищаем старую термопасту процессор опять 7500 можно 7 700 кей даже поставить в него так с радиатора эти белые термо жвачки мы не трогаем или термо прокладки или термо резинки на данном случае термо жвачки оставляем как есть они жидкие хорошем состоянии можно использовать дальше не счищаем их только удаляем старую пересохшую термопасту здесь тоже аккуратно чтобы не счистить термо жвачки все почистили теперь нужно будет обезжирить поверхность изопропиловым спиртом или техническим спиртом и вообще любым спиртом готова берем термопасту arctic mx4 возвращаем процессор обратно в сокет и вот это вот сложный момент сразу говорю лучше смотреть в прямом прямой трансляции как накручивать радиатор обратно когда будете собирать процессор потому что можно будет если вы чуть-чуть отодвиньте процессор вывалится из сокета вы затянете в таком положении минус материнская плата минус сокет минус сокет процессор можно спалить и процессор вот высока вероятность термопасту наносим на ту где используется но на процессор мы на радиаторе это делаем равномерным слоем на материнской плате наносим на видео чип нам по крайней мере мне так удобно вы можете как как вам удобнее так сделать вот все вот так это все выглядит помните да термо жвачки мы не трогаем оставляем как есть все готово теперь можно будет закрутка закрутка самое сложное дело в этом процессе некоторые снимает перегородку оперативной памяти чтобы накрутить процессор но можно не снимать тут нужно нужно пальчиками держать радиатор держать сам процессор пальцами не отпуская вот потом накидывать железки которые были натяжители процессор нижнюю часть все и прикручиваем сперва один винтик слегка прихватываем вот сейчас мне даже неудобно взяться беремся одну левой или правой рукой удерживаем чтобы он не вывалился и сок это с нижней стороны таким методом по диагонали мы закручиваем винты все возвращаем железную перегородку видео чипа закручиваем также и накручиваем остальные два винта которые остались это вот самый ответственный момент поэтому будьте аккуратны при обратной закрутки процессора если он вывалится то он может повредить соки также повредить материнскую плату может сам сгореть в процессе конечно были случаи там подписчики писали в комментариях так все возвращаем обратно все материнскую плату все затягиваем подсоединяем все шлифа все почистили данный компьютер оказался не таким грязным то есть хорошем состоянии сперва все подкидываем потом нужно будет перед тем перед обратной сборки убедиться что есть старт и мы правильно прикрутили процессор и он у нас не вывалился то есть до гонг если есть гонг все продолжаем дальше сборку так переходим к нашему блоку питания блок питания здесь хорошие в этой модели японский блок дельта это значит что он очень достаточно долго проживет что блок питания дельты не очень качественные но и как и конечно аккумуляторы японские дельта тоже считается одни из самых лучших все закручиваем винты подсоединяем шлифа почти готова так переходим к нашему сссд никого это у нас samsung 860 про есть 870 про это старая модель 2020 года в упаковке написано в любом случае разница бы нет потому что 850 и 860 и 870 вот они просто по годам отключаются с разными контроллерами якобы быстро но по факту у всех скорость одинаково так вот она на 1 терабайт данная сссд у нас идет уже на мл сишной памяти теперь нам нужно будет найти винтик подобрать один так как ну салазки владелец не принес то что он сам купил этот ссд ему сказал только сам сам что до этого он принес какой-то совсем плохого качества искал нет этот не пойдет иди верни принеси нормальный диск а вот салазки то магазине который белом ветре мы берем и сейчас нет наличие поэтому мы будем прикручивать на 1 мин в принципе как видите все хорошо нормально прекрасно держится даже красиво стильно все проверили гонки есть все работает теперь можно будет нижнюю перегородку вот эту прикрутить обратно не забывайте про шлейф микрофона будьте аккуратны чтоб его не оборвать все перегородка и уже закрутил все сделал подкидываю дисплей подстегиваю все шлифа так что-то тут не то с разъемом нужно будет поправить поправил снова подкидываю собираю нужно будет подстраховать дисплей я использую бумажный скотч по краям справа слева и сверху цепляем то что у нас еще не наклеенный все подстегиваем внешний сссд шник подключаем клавиатуру мышку и уже заходим инициализировать диск смотрим вот и наш 860 про нажимаем стереть здесь мы его назовем макин тоже ssd схема разделов остается джи ю айди маку из формат журнальный оставляем как есть в процессе установки он преобразует у нас уже в apfs так как владелец будет заниматься исключительно видеомонтажом поэтому мы не будем ставить свежую систему биксер или винтура мы поставим уже проверенную каталину который нормально прекрасно работает софт тем более с последний почти я сам сейчас на каталине на таком же аймаке 2017 года сам работающую эти чипы т2 на макбуках которые часто но слетает айповая прошивка и избрать так на всякий случай поменяю дату на 2020 год все захожу вот они мои установщики запускаем установку каталины прям сразу отсюда принять указываем внутренние ссд вводим пароль текущую систему нажимаем enter и все можно где-нибудь 15 минут пойти там чай попить починить как в начале видео им то есть я запускаю процессы и ухожу как вы видели картинки начале видео помедитирую музыку послушаю чай попил может кофе попью кофе редко пью один раз в неделю в основном чай и кипяток вот все систему установилась нас минут спустя вводим пароль сразу убираем пароль на вход ну то есть все отключаем пароль стандартный 40 теперь нужно будет включить 3 запускаем терминал вводим в команде суда trim force и на и был видите в нижней части выделен текстом поддержка trim стоит нету там после данной команды форсированного включения там будет написано что поддержка 3 да все вводим суда trim force и на и был нажимаем интер вводим пароль на четыре нуля текущей системы y-inter y-inter все ждем сейчас он уйдет в резкую перезагрузку перезагрузился заходим сведения системы выделяем смотрим поддержка 3 до включился иногда с первого раза не включается поэтому чуть попозже повторите попытки на был случай она там с 15 раза стрим заверт завелся на ссд ну и я какой-то ссд не очень хорошего качества ставим на макбук что клиент сказал это лучше чем hdd вот что принес ну то я и сделал заплатил за работу ушел все теперь подготавливаем корпус проклейки спиртом нужно будет сперва удалить старую старый скотч потом пройтись по периметру в нижней части где микрофон кстати где микрофон справа внизу будьте аккуратно чтобы в эти дырочки в отверстие не попал вот этот склизкие остатки скотча липкая штука иначе у вас микрофон не будет работать будет звук глухой по всему периметру проходимся зачищаем обезжириваем и уже проклеиваем скотчем технология проклейки я уже во многих видео показывал в три слоя т.м. полупрозрачный бумажный 5 миллиметров шириной вот тебе тоже самое нам нужно сделать на самой матрицы здесь лучше работать ногтями и скатывать то есть аккуратно цепляем и скатываем никакими другими приборами лучше не использовать потому что подложка на черная которая наклеена она также наклеена на матрицу чтобы она не собралась не сморщилась поэтому накатываем и по всему периметру убираем остатки скотча и также проходимся изопропиловым спиртом по поверхности то есть нужно будет обезжирить да конечно эти ватные диски не ворсинки оставляют поэтому старайтесь сразу убирать все ворсинки все по всему периметру чуть-чуть спирта прям каплю для того чтобы обезжирить поверхности подготавливаем матрицу тоже к заклейке дисплея смело можете писать свои вопросы в комментариях под видео мне удобно когда пишут комментариях под видео также всегда пишите модель своего мака все готово здесь уже скотч проклеен практически подготовлен с правой стороны нужно будет сделать в нижней части специальное отверстие под микрофон вот так она выглядит видите все отверстие готова с поближе отверстие готова то все будет работает теперь собираем очень странно почему 17 там там далее годах перенесли вперед микрофон прямо дисплей дисплей чуть-чуть приподнятые там небольшая полоска не оставили видимо для того чтобы звук микрофона проходил все подключаем наш дисплей и приклеиваем делаю это в стоячем положении и потому что матрица может изгибаться вправо-влево заваливаться когда люди приклеивают это в лежачем положении она потом отходит поэтому лучше наклеить в таком положении замеряем скорость 478 нормально и чтение 516 тоже отлично диск прекрасный достаточно надежный и владелец когда будет работать видеомонтажом то есть он не будет переживать особо за свои данные вот но в любом случае делайте резервной копии на этом все пока пока пишите свои вопросы в комментариях благодарю за донаты в поддержку канала